здравствуйте друзья не то чтобы если я вам сказал что хорошо знать английский а плохо его не знать то я бы вас этой мыслью несложно и удивил но я к ней возвращаюсь потому что вот только что я свеженький под впечатлением еду у нас сегодня там было были для компании которые интервьюровать и одна стричка другая вот только сейчас вот другая которая только сейчас эта компания skype и они нас периодически народ там подгребают и у всех компаний разный интерес в людях там и так далее я просто вот к чему рассказываю что у нас есть хороший человек лет я боюсь собрать 45 48 такого плана мужчина вот он он инженер электрик то есть он как бы грамотный техники это технический человек инженерного склада ума и как бы во всех отношениях как бы вот вот правильный человек но он еще не разговорился он только приехал и слава богу он как-то говорит то есть он 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 мог прослушать курс и как бы мог там тест издать и так далее но когда ты идешь на интервью и ты плюс еще волнуешься и вот у него сегодня были два первых интервью он с утра пошел и с вечера пошел и оба раза у нас как бы про него такой был фидбэк то есть что ну вот так вроде ничего но с английским проблем а вот из skype господин его зовут альфреда который интервью и вот альфреда он ты знаешь где так мне понравился бит вот этот ваш человек он говорит видно что инженерное видно что умница и соображает и человек хоть и никто не сказал что там человек в возрасте или там я не какой-то он там недостаточно молодой слова не было бы тут я бы его с удовольствием бы взял гид но если бы я был один а у меня там еще команды я я понимаю что они как-то в непонятках будут и не поймут меня вот с этим моим выбором но говорит он вот если бы там через какое-то время он снова был там на руках таскать свободен и я выказался бы с ним еще раз переговорил потому что ну как бы понравился и я просто к чему рассказываю что тут массу массу пословиц этих можно там хороша ложка к обеду да там допустим вот хороший английский к интервью или там я не знаю вы сами наверное можете не объявляю конкурс но я предлагаю всем какую такую пословицу и поговорку вставить виде комментария в том смысле в каком вот когда надо хорошо а когда нету то плохо и вот все-таки когда вот допустим мы берем процесс выигрывания грин карты и этот продолжительный процесс я даже не говорю о том что вот учите язык там пока играете ну ладно вот туда не учить но когда уже ты выиграл и у тебя есть ну считай минимум год есть но за год то можно язык очень поднять но очень-очень можно поднять это я исхожу из того что он был в нуле а если он не был в нуле поэтому вот это вот неправильное смещение приоритетов вот я по себе помню я сам такой же был я до последнего дня там носился у меня бизнесочек был небольшой я до последнего дня с ним носился вместо того чтобы там скинуть его за полгода и только английский бы учить знаете но если бы мог я бы несомненно вот именно это бы и сделал то есть это самая большая искать вот ошибок которые я в свое время совершил ну я это как бы мы все так знаете мы мы заняты вот то что вот прямо перед тобой вроде бы оно важнее а то что там в будущем отсюда жить надо но вот такое у меня соображение тем более сейчас знаете что в наше время еще интернета не было вот если бы был интернет и я бы намного лучше знал английский я бы сидел читал бы новости смотрел какие-то там сайты слова выписывал тогда просто не было возможности никакой не было видео послушать не было фильмов посмотреть на английском субтитры без субтитров нет не было ничего была такая дайте вам расскажу может быть немножко в продолжение этой темы поскольку мы жили в условиях такого информационного голода при коммунистах ну можно было там послушать голос америки или там радио свобода но их глушили страшно мы в москве жили вот под москвой например она была как абы как радио маяк легко принималась а в москве в самой глушилке стояли ну никак и практически невозможно было и что я делал я учил немецкий язык тогда у меня еще бабушка учительниц немецкого мама свободно говорила и как-то вот у нас семья культивировалась поэтому я ну как бы читал почти свободно и я покупал газету немецких коммунистов которая называлась полстимы и она продавалась коммунистические газеты продавались не только из стран социалистических но и из капиталистических но вот из капиталистических да на немецком языке вот была газета фолкстимы и она была поприличнее всех остальных то есть я пробовал какие-то гитлеровский там просто для языка может быть там для чего-то а вот это там было что-нибудь пикантное там например мог быть какой-нибудь конкурс красоты там с фотографиями там что-то такое может быть немножко менее идейная чем допустим там в советской прессе так вот я хочу вы что был бы интернет так я там целый день бы вместо какой-то фолькс стима я бы там new york times new york times читал и так далее я просто вам к чему говорю что у вас то все это есть ребят не не упускайте возможность даже если вы никогда никуда иммигрировать не собираетесь не упускайте возможность это как вот с одним крылом лететь там без английского сегодня при всей важности там французского немецкого греческого китайского там еще чего-то все-таки так бы я сказал счастливо